Добрый вечер! В эфире программа «На волне» с Индирой Баймухамбед. И мы продолжаем знакомить вас с интересными личностями нашего региона. Сегодня мы в гостях у Акжана Карим, директора объединения инвалидов «Ордос Жирек». Привет, Акжан! Как твое настроение? Привет, все хорошо! Спасибо, что согласился на интервью. И хотелось бы начать с того, что ты являешься, помимо того, что директором общественного объединения, а также лидером Global Trend Company, социальным предпринимателем, а также автором нескольких тренингов. Скажи, как тебе удается совмещать все это и какая из этих ролей ближе тебе? Спасибо за такой хороший вопрос. На самом деле, можно ответить в шутку, как я все успеваю, я просто сплю ночью. А на самом деле, знаешь, я предсчитаю, если дело нравится, если оно приносит тебе удовольствие, то всегда найдешь на это время, потому что я привык, это у меня еще с детства, ну, всегда делать для себя какой-то новый вызов. И занятие чем-то новым для меня тоже такое открытие, и я сам для себя говорю, окей, хорошо, давай попробуем, что из этого получится. И все то, чем я занимаюсь, мне нравится, во-первых. Во-вторых, это приносит пользу не только мне, но и другим. Вот ты сейчас сказал о том, что ты с детства привык делать себе вызовы, да, но это такой момент, которому наверняка тебя кто-то научил. Кто тебя поддерживает? Во-первых, я бы хотел сказать большое благодарность своим родителям, то, что они всегда меня поддерживали, да, и они никогда не создавали мне там какие-то тепличные условия, да, и никогда меня ни за что там не критиковали. И я благодарю им за то, что они мне разрешили писать в собственной сценарии жизни. Мне никогда там, мой папа не говорил, да, там, поступай в этот университет, делай так, делай вот так. И, ну, благодаря этому я считаю, что смог сформировать себя и постоянно вот, ну, делать себе вызовы, потому что родители, ну, мы с братом двойняшки, и родители воспитывали нас абсолютно равных. И я вот, ну, это мне в детстве впиталось. Также я в 11 лет поступил в школу-интернат для детей с нарушением продвигательного аппарата, где познакомился с очень сильным духом человеком, Шамитат Шабаев, который также внес, да, большой вклад в мое становление, в целом становление всех воспитанников, потому что видя то, как он каждый день работает, что он действительно много чего делает, много чего добивается, да, и это тоже, на самом деле, сыграло такую важную роль, сформировался такой, я не побоюсь в слове, такой внутренний стержень, да, который позволяет тебе двигаться вперед, позволяет тебе ставить цели, достигать их и делиться своими успехами, да, с близкими, с окружающими. А скажи, вот про учебу в интернате. Вы общаетесь, вот выпускники данного учебного заведения, между собой поддерживаете связь, друг друга поддерживаете как? Да, мы общаемся, встречаемся, вот буквально я 8 марта я ездил к другу Смирнову, мы тоже так с ним хорошо посидели, пообщались, у нас же есть отдельная группа ватсап, где мы тоже там поддерживаем связь. И это очень приятно, потому что, как бы, несмотря на, уже там прошло много лет, да, больше, больше 10 лет, скажем, и мы все равно, как бы, общаемся, бывает, вспоминаем веселые времена. Я говорю, вот в то время не было интернета, не было ютуба, да, если бы он был, там, можно было много различных, там, прикольных роликов загрузить о том, как мы жили в интернете. Поэтому это очень такое, я бы сказал, золотое время, которое все мы вспоминаем с улыбкой, с радостью, и, конечно, с большой благодарностью, что мы стали Шаршбаеву и всем воспитательным. У тебя в Инстаграм написано такое мотивирующее высказывание «Я смог, сможешь и ты». Вот скажи, были ли у тебя моменты такие в жизни, когда руки опускались, и если да, то как ты с этим боролся? Да, такие моменты были. Я думаю, эти моменты бывают абсолютно у каждого человека, и это нормально, потому что через такие моменты мы выносим что-то новое, да, мы начинаем расти. И я помню даже в детстве у меня как-то было, да, когда я маленький был, я, если там что-то не получалось, там, или где-то там с какими-то ребятами там поругался, и я была там даже, ну, сидел, плакал там, почему я вот такой родился, почему я вот, почему так получилось. И в такие моменты, я вот вспоминаю, как мне мама рассказывала, мы с братом родились 7 месяцев, получается, и вот брат был кило 700, я был кило 200, и я две недели лежал в реанимации, и потом уже, когда меня переводили с реанимации в палату, я, ну, месяца меня несла, и я начал задыхаться. И она успела меня, ну, донести, дать мне кислороды, и в такие годы мне тяжело, я вспоминаю эту историю и думаю, ну, для чего-то же ты остался жив, для чего-то это нужно было, значит, тебе нужно жить, нужно двигаться. И я вот еще, вспоминая слова моего папы, когда он мне сказал в детстве, он мне сказал такую фразу, что твоя сила, твоя сила в голове. То есть, если ты не можешь что-то сделать физически, ну, твоя основная сила, это голова. И потом я стал думать, действительно, у нас же могут, допустим, все, мы можем все, ну, любой человек, да, он может все потерять. Деньги, власть, друзей, ну, абсолютно все может потерять. Но знания, да, то, как он мыслит, никто у него забрать не может. И я вот благодарен, что вот, ну, меня так воспитали, воспитали абсолютно полноценным. И я еще вот вспоминая, вот, ну, буквально, наверное, год-полтора я узнал такую вещь, что в каждом из нас есть, допустим, сила твоего поколения. И вот бывает, я так однажды сидел, у меня вот дедушка ветеран, он прошел всю войну от начала и до конца. И когда мне бывает сложно, я такой думаю, ну, вот твой дедушка прошел всю войну, он там, он же не говорил, там, вот, у меня не получится, я не пойду воевать. Он пошел, и это значит, что его сила есть во мне. Значит, она есть внутри, я могу ее использовать. И опять же, да, это тоже дело выбора. Любой человек может, там, либо начать страдать, сказать, вот, все, у меня там ничего не получается, я вот такой хороший, да, пожалеете меня. Либо ты, либо ты идешь навстречу своему страху, да, говоришь, окей, давай, там, вперед, посмотрим, как... Потому что я вот даже когда что-то новое занимаюсь, социально предпринимательство, многие, когда начали, многие люди говорят, а вообще что такое, я не знаю. Я как бы сам до конца не знал, но мне стало это интересно. Я туда погрузился, у меня оба там получаются хорошо, а значит, ну, двигаемся дальше. И вот в таком плане как бы двигаюсь. Вот с одной стороны, ты такой независимый, успешный парень, да, ну, а с другой стороны, тебе всегда, ну, необходимо посторонняя помощь, да, в повседневных вещах. Скажи, легко ли это? Ну, на самом деле, опять же, возвращаясь в детство, вот мой папа, да, он, чтобы я как бы общался, развивался со сверстниками, он мне еще, когда мне было 7 лет, он сам сделал мне трехколесный велосипед. И вот такой маленький велосипед был, назывался Чебурашка, я вот на нем ездил везде, да, и, ну, я не чувствовал, что уже есть отличия, да. Я даже еще перед пацанами хвастался, там, у меня велосипед, у которого есть там не только передний ход, но и задний ход. И на самом деле, да, нужно создавать какие-то специальные условия, да, дополнительные условия, но здесь важно понять, да, да, ты такой, тебе нужна где-то помощь, да, тебе нужна где-то какие-то условия создать. Ты, ну, просто нужно принять это, что, да, я такой, ну, я, опять же, я вот, можно также чему-то еще учиться. Я вот сейчас даже где-то учусь сам себе готовить, да, то есть многие такие вещи делать. Казалось, для кого-то бытовые, они, ну, простые, а когда я, допустим, сделал что-то, приготовил кушать, там, и получилось, ты думаешь, о, классно, там, потом, сейчас еще хорошо, интернет есть, ты рад, что ты можешь там посмотреть, как пожарить картошку, раз, потом раз, посмотришь, если получилось, поставишь ему лайк, если не получилось, там, что-то, да, да. Вот сегодня очень много говорили о твоей семье, я, например, не знала, что у тебя есть брат-двойняшка, да, получается. Расскажи о своей семье, о своем детстве. Ты уже затронул немного эту тему? Ну, у меня вот, да, вот брат-двойняшка, и на самом деле мы с ним очень похожи, и у нас даже бывает такая ситуация, даже в детстве было, да, у тебя бывает что-то, думаю, или какая-то ситуация, да, я думаю, мне говорить что-то не говорить, а он это скажет. Я такой, блин, я хотел сказать, но я что-то постеснялся. И вот мы с братом всегда в детстве, я помню даже, когда мы ездили на рыбалку с ним в 6 утра, то есть вставали там, у меня брат вообще, он, у него, ну, усиление, то, что это, наверное, передалось от папы, потому что у меня папа профессия инженер, и брат тоже любит что-нибудь там конструировать, делать, и он в детстве всегда, ну, что-то делал даже эти, деревянные там автоматы, пистолеты, рогатки, потом первые удочки, помню, и получалось так даже, когда, ну, я что-то не могу же делать физически, и он говорит, а давай вот это, вот это сделаем, или где-то там даже что-то, где-то в школе, чем-то, давай вот это сделаем, а там раз, домой приходим, папа говорит, кто это сделал, начинает там, ну, брата ругать. Так жарко. Да, нет, я говорю, не ругай его, нас тоже, меня ругают, потому что я это придумал, мы, получается, вместе это сделали. И вот, ну, брат меня всегда поддерживает, и он, ну, мне нравится в нем то, что он даже в каких-то моментах, мне говорит, типа, ну, когда я что-то умирал, вот я когда учился ходить на кастылях, он говорит, ты что, что-то, ну, мне что-то жуть, что-то медленно ходишь, давай, быстрее. Ну, ты и раз, начинаешь так, ну, чувствую всегда его поддержку, и отдельно благодарность своей маме, потому что мама тоже, она в виде моего стремления, да, учиться, обучаться, она там каждый день водила меня в школу, в обычную школу в деревне. И когда ей говорили, там, ну, а дайте ребенка на трудное обучение, она говорит, ну как, ребенок же хочет обучаться со всеми, и я не могу, ну, сказать ему, все, там, учись дома. И поэтому маме даже пришлось уволиться с работы, и она вот каждый день со мной ходила. Мы даже, ну, вот папа сделал велосипед, потом вырос, он сделал еще другой велосипед, и я вот так вот ездил в школу, у меня даже была так в детстве. У меня была большая собака, Симбернар, она такая большая была, ну, я травматика, мне осталось вообще, я такая, я, она помню, этот, когда она была, она была на привязи, и она раз, когда отвяжется, она всегда со мной ходила. Я когда на спе езжу, она со мной ходила, я вообще тогда, ну, я раньше, вообще, когда только начинал кататься, я ездил только по своей улице. А потом раз, когда, раз собака отвяжется, раз по всем улицам деревни катаюсь, и люди такие, ну, бери собаку, так она не укусит, если, ну, как бы ничего не делает. И на самом деле, как бы, я вспоминаю детство, тоже такой, такая золотая пора, которая, ну, очень приятная. Я никогда не чувствовал, что мне там чего-то не хватает, и когда даже папе говорил, там, купи мне вот эту игрушку, и папа меня научил тоже мыслить, он мне говорил, хорошо, куплю, ну, сказали, для чего тебе нужна? И ты сидишь такой, думаешь, ну, для этого, для этого буду играться, ну, все хорошо, это, ну, вот так вот. Угу. Теперь поговорим о твоей общественной деятельности, да, в частности, об общественном объединении «Ордос Жирек», сколько оно уже существует, какова его главная цель? Организация существует с 2013 года, получается, вот, в этом году, в марте 26-го числа, будет уже восемь лет, и когда вот так вот бывает, я сам недавно задумался, думаешь, восемь лет, а как бы, такое ощущение, как будто это было, ну, вчера, когда, особенно, когда начинаешь, там, писать, какую-то кокусную заявку, да, и там пишут, там, перечислить опыт организации, ты сидишь и думаешь, у нас там столько проектов. Изначально организация, задумываясь, как, я уже говорил про Семитов Шибаева, потому что он для меня большой пример, и мне тоже захотелось помогать таким же ребятам, раскрывать их потенциал, и я предложил своим друзьям, да, вот, которые мы учились в интернате, создать такую организацию, которая будет делать социальные проекты. Я скажу честно, да, мне предлагали, там, работу в найме, ну, еще какую-то другую деятельность, но я сказал, как бы, я себе сказал, я буду делать это, хотя многие не понимали, мне говорили, как ты собираешься помогать другим, когда тебе самому нужна помощь. Но у меня в голове была четкая картина, и сейчас я кайфую от того, что делая проекты, ну, ты можешь сам проводить те мероприятия, которые, ну, ты считаешь нужным, да, для ребят, ты видишь их результаты. Однажды мы проводили спортивные соревнования, там были и дети с инвалидностью, и здоровые с ферстики. И после соревнований ко мне подошла девушка, девочка, она сказала, спасибо вам, вы исполнили мою мечту. меня слова эти так затронули, потому что, казалось бы, я ничего такого не сделал особенного, там, организовал мероприятия, соревнования, но для нее это оказалось такой большой победой, больше всего даже внутренней победой, да, я сейчас вижу, как она развивается, да, у нее есть семья, и, ну, она всегда там мне пишет, где-то там, я что-то ей подскажу, там, скажу, ну, и мне приятно, то, что ты делаешь вроде, ну, не так много, но для людей это имеет большое значение, и это на самом деле классно. Угу, я прямо аж заслушалась. Вот ты говорил о том, что вы занимались организацией множества проектов, да, ты являлся участником многих проектов, какой наиболее тебе запомнился и запал в душу, почему? Ну, да, на самом деле это хороший вопрос. Наверное, из таких вот проектов, которые ближе мне, это как раз вот развитие инклюзивного образования. Потому как, и вообще в целом, да, вот поговорим о инклюзивном образовании, но его нельзя отрывать до других сфер деятельности, потому что они все с нами связаны, потому что дети общаются вне класса. И у нас был такой хороший проект по фонду первого президента. Мы тогда провели тренинги для педагогов, тренинги для учеников, и, ну, рассказали вообще, что такое инклюзивное образование, какие плюсы это дает, как, ну, нужно обучать, да, принимать такие детей, кто такой, кто такой тьютер, скажем так. И фишка данного проекта было то, что мы подключили ребят, которые обучаются на дому, это был 2017 год, мы подключили их к дистанционному обучению. И сейчас все дистанционные... Да, да, я и хотел сказать, потому что тогда я и сказал, мне сейчас даже, кто в этом проекте был, и там некоторые сотрудники госту, я им тогда сказал, когда я встречался, рассказал свои идеи, мы там покупали ноутбуки, веб-камеры, я тогда сказал, в будущем все будем участвовать дистанционно. И да, и многие говорят твоя фраза, говорят, была пророческая. На чем ты работаешь сейчас? Сейчас я работаю над двумя проектами. Первый проект, он так и называется, как бы, называют проекты менеджмент, потому что я решил, как бы, раз у меня есть опыт, восьмилетний опыт создания социальных проектов, и в целом, да, я хочу передать свой опыт молодым ребятам, в том числе, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, потому что через проект они также смогут участвовать в общественной жизни, да, и решать какие-то свои проблемы, реализовывать свой потенциал, потому что и в целом, я вижу тенденцию, к сожалению, такую, да, неучасительную, потому что у людей, не то, что мы говорим, да, про ответственность, но есть такое понятие, как социальная ответственность, и, к сожалению, да, сейчас, мне кажется, ну, я хочу как раз пробудить в людях вот эту вот социальную ответственность, показать, что есть люди, которым можно помочь, да, при этом, да, как бы, ну, есть люди, которые хотят помочь, но они не знают, как это сделать. Ну, вот, вот, звонил там один парень, вот у меня есть деньги там, я не знаю, как там помочь, есть какие-то идеи, я ему говорю, давайте встретимся, потому что, если вы дадите как просто деньги, ну, это будет не столько эффективно, и он мне говорит, а если я построю там, ну, детскую площадку, я говорю, классная идея, ее же можно адаптировать под детей с инвалидностью, и, то есть, она будет полностью, полностью инклюзивная. И вот, это первый проект, да, который, проектный менеджмент, я хочу передать опыт, научить, возможно, быть какие-то новые идеи, да, у ребят, молодежи, потому что я сказал, у них абсолютно новое, новое видение, и они думают так, ну, если мы сейчас уже думаем, а, не получилось, все, там, не буду больше делать, а вот, даже себя, молодой, вспоминая, не получилось, хорошо, давай еще что-нибудь придумаю, и мне вот такой вот задор, молодежи очень нравится, и я хочу, скажем так, направить это в нужное русло, и, чтобы они создавали такие интересные проекты, не боялись своих идей, и реализовали их. и второе, второе, над чем сейчас работаю, есть такая идея, которая у меня уже больше двух лет, это проект социальный туризм, чтобы сделать адаптивные маршруты для людей с инвалидностью. очень много мы сегодня говорили о помощи, да, людям с ограниченными возможностями, и ни для кого не секрет, что сегодня, в современном обществе очень сложно найти работу, им трудоустроиться, да, что бы ты мог посоветовать сегодня ребятам, которые хотят работать, но не могут найти работу, может быть, им открыть что-то свое, или как вот двигаться в этом направлении? На самом деле, да, это вот, даже по статистике у нас, допустим, в Висково, да, живет больше, там, 26 тысяч людей с инвалидностью, и из них, там, очень большая часть, скажу так, люди способного возраста, но, мне кажется, это больше такой вот, какой-то психологический барьер, да, или стереотипы, которые, навязаны обществом, что, вот, если, опять же, здесь тоже такой же, такой вопрос, да, есть понятие, видимо ли инвалидность и невидимая инвалидность? Ну, видимо, видимо, 目 на инвалидность, это то, если люди, там, у него невидимые инвалидности, но он все равно внутри думает, вот пойду я, ну, ставиться на работу, да, там, вдруг кто-то, ну, справку там, увидит, или там, стыдно, признаваться, да. Но здесь сейчас такой, блин, мир, он реальный мир безгримечный, чтобы как можно, потому что есть интернет, есть очень много специальностей. У нас вот был проект в прошлом году, мы обучали ребят с инвалидностью как раз вот веб-дизайн, да, графический дизайн, создание рекламы в интернете, то есть это те специальности, которые сейчас они востребованы. Вот даже я просто скажу свой пример, когда начался карантин, и у меня проекты все встали, везде все взяли паузу, и я такой, так, интересно, чем вы занятося? А у меня давно была идея создание сайтов. И тут мне с Алматы пишут, там, «Акшан, там, не хочешь ли ты создать сайт?» Я сначала, ну, подумал, блин, как бы есть опыт, да, но он такой маленький. Я потом себе сказал, ну, если ты сейчас не начнешь, да, ты ничего, я сказал, «Хорошо, давай, я сделаю сайт, я сделаю сайт, ну, буквально, там, два-три дня, все понравилось, потом через несколько месяцев они снова ко мне обращаются, сделай сайт». А мне, когда мне что-то интересно, я в это прогружаюсь еще больше. Я «Хорошо, сделаю». И потом я смотрю, хотя прошло буквально там три месяца, я смотрю на свой старый сайт и думаю, блин, что это так некрасиво, как-то, ну, как-то не так я сделал. А потом «Авториал» уже, ну, новый сайт, и они пишут, мы даже видим твой прогресс, как, ну, как ты это все красиво сделал. И здесь вопрос желаний, да, вот, и я всегда иду навстречу, если, ну, любой человек, да, с инвалидностью может ко мне обратиться. То есть сегодня ты можешь сказать, что если, ребята, вы хотите чем-то заниматься, ты можешь научить. Да, у нас даже вот мы сейчас хотим прямо сделать такой готовый курс, тоже одна из идей, сделать курс, да, на какой-то платформе, или это будет образовательная платформа «Степик», или это будет своя образовательная платформа, где абсолютно любой желающий, да, он сможет пройти курсы и потом также зарабатывать через фриланс. То есть Людов, буквально вчера ко мне я на шучу, говорю, что там мой телефон знает, наверное, полгорода. И буквально вчера там один парень пишет, у нас есть такая компания, мы занимаемся перевозками, нам нужны операторы в колл-центре. И меня засинило, что это могут делать ребят ценолюбностью. То есть я сейчас еще подготовлю, ты можешь скинуть там ребятам? Я говорю, ну конечно, подготавливайте, я еще отправлю, скажу им условия, если они захотят, пусть работают. Поэтому просто это выбор каждого. Да, это к тому, что каждому нужен такой небольшой толчок. Просто внутри сидит неуверенность, что блин, как бы я немножко не такой, как все. Как меня, ну а мы по идее все не такие, как все. Мы все разные. Да, в этом уже такой кайф, что мы все разные. Были бы все одинаковые, было бы абсолютно неинтересно. Что для тебя счастье? Счастье, это наверное, это для меня счастье первое, это быть нужным, быть полезным, быть в окружении близких, родных, да, видеть их счастливыми, быть, абсолютно здоровым. В большем плане, да, здоровым, это, скорее всего, на ментальном уровне. Это на самом деле, я вот буквально год назад, когда я проходил тренинг в Алматы, я вот такой, ну, есть такая техника, техника благодарность. И когда я начал применять, мне то, что он стал интересным, утром просыпаешься, ты радуешься, я проснулся, и у меня даже было так, когда я раз занимаюсь, занятия ЛФК, не раз чувствую, что у меня ноги стали лучше, да, я беру там и каждую ногу начинаю благодарить, спасибо тебе, правая нога, левая нога. И это нацеление, да, это как бы смешно, а другой, ты понимаешь, что как бы классно, из маленьких таких моментов, таких вот радостных формируется такое большое счастье, большая энергия, которая тебя толкает, которая тебя движет, и это на самом деле классно. То есть нужно жить с благодарностью ко всему. и я тоже буквально недавно это тоже такое, можно сказать, осознал в себе благодарность не только к миру, но благодарность к себе. Сказать, благодарю тебя за то, что ты такой. Кстати, я такое впервые вообще слышу, что тебя благодарить. Вот я начал, я вообще такой человек, как этот, раньше очень любил в себе покопаться, найти, вот, пишу там каждый день, оценку себе ставил, вот, ты это не сделал, оценка 4, оценка 3. А потом у меня я раз, сижу, думаю, а почему ты оцениваешь себя, почему ты не можешь себя поблагодарить. Сказать, так же, ты молодец, ты вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, ну хорошо, завтра ты вот это сделаешь. и вообще, ну, ты даже засыпаешь с мыслями, что у тебя вот это получилось, а не с мыслями, что вот, ты сегодня это не сделал, а завтра теперь еще это делать, и только, ну, получается легко, когда вот так вот ты себя благодаришь, даже вот лежишь, целый день ничего не сделала, да, тоже можешь себя поблагодарить. тебя молодец, да, 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 молодец, ты сегодня отдохнула, тебе это надо было. Ну, мне вот нравится такой подход, и вот от этого тоже такая большую энергию получаешь. Я знаю, что ты пишешь стихи, и хотелось бы попросить тебя, чтобы ты прочитал что-то из своего. Я, прочитая то стихотворение, которое я написал еще в 15 лет, и даже бывает так, когда я сидел в прошлом году, смотрю, вновь прочитал это стихотворение и подумал, неужели ты написал это в 15 лет, которое, оно актуально по сей день, стихотворение называется «Докажи, что умеешь ты жить». Пусть эта жизнь тяжела или легка твоя судьба, но надо жить в этом мире и стремиться к самой вершине, найти свою дорогу, идти к цели в любую погоду. Все желания и мечты в реальность превратить сможешь только ты. Стоит лишь немного постараться, никогда в судьбе не поддаваться, открой закрытую дверь, тебе там будут рады, поверь, забудь все гости и печали, что когда-то тебя повстречали. Не теряй путеводную нить, докажи, что умеешь ты жить. И, пожалуй, на такой прекрасной ноте мы завершим съемки нашей передачи. Я хочу сказать, что сегодня я так зарядилась позитивом, взяла себе какие-то твои советы. и хочу сказать тебе большое спасибо за такое откровенное интервью, что ты не побоялся говорить о своих каких-то страхах, переживаниях, а также поделился своими секретами успеха. Желаю тебе дальнейших побед, процветания. Пусть с тобой всегда будут рядом близкие, хорошие люди. Спасибо большое. Очень было приятно поговорить. И даже обычно я как бы боюсь камер, да, а тут даже вообще не чувствую присутствия камеры. Было очень приятно. Спасибо. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...